Давай, давай, я выйду с машины, сейчас руки подниму, а не все ставлю. Нам надо развернуться, мы на мост заезжаем, привезли матрасы в Мечниково. Открывай окна, открывай окна. Сиди. Открывай окна, говорю. Покажи им, хай пропустят. Откри окно. Сиди, пожалуйста. Все, меня все пропустят. Сиди, спокойься. Человек меня пропустит. Вот и вот стой. Посередине дороги. Посигналь там. Так, теперь стоп, стоп. Сейчас, давай, я... Сиди. Стойте, стойте. Поехали. Да я хотел выйти, но мы нормально проехали. Уже заезжали на мост, ездили Юлю проведовать. Тут звонять курьеры. Ну, должен был до шести доставку сделать. Матрас, если что, купили для отделения, там, Мечниково, где Коля лежал. Кровать чуть попозже закажем. Вот. И вот это же едем сейчас. Те уже приехали туда, доезжают. Новопольща. Сказано, за полчаса хотя бы позвоните. Ну, сказано же было. Ну, как бараны, вот, Новопольща. Господи, помилуй. А мы уже приехали. Куда вот бежишь, придурок? Скажи, мы уже доезжаем. Самоубийцы. А потом вот так водителю кошмары сняться, что бегают дети через дорогу. Ой. Мы уже доезжаем, кажется. Ну, теперь жди. Ну, подождуть 10 минут, что я и не съезжаю. Надо еще деньги сейчас снять заехать. А, там есть банкомат. Так и знал, что это на мосту, оно позвонит. Хорошо, что мы на мост не заехали. А, ну, я же тебе говорю, что надо было первым делом. Мы ехали уже заезжать. Мы уже полчаса потратили с тобой, если бы заехали на мост. Да, конечно бы, да. Ты знаешь, как ехать хоть? Ну, да. Да, да, можно сейчас снять. Машина, это красиво. Так как кофейного цвета мне не нравится. Это как диван. Знаете, вот это Днепропетровская консерватория. Тут на базе училища тоже открыли консерваторию. Ей лет 9-10, наверное, не больше этой консерватории. Может, лет 10. Мои еды посреди дороги, посреди полосы, не туда, не сюда. Памятник славы нашей. И мне водителям быть нельзя, а в Матюках все б страшно. Наверное, система на выдержу идиотов. Так, нам сейчас поворачивать на Мечниково надо. Это вот так заехать. Кто не хочет идти от трамвая, то есть поворот вот раньше. Вот заезд в больницу Мечниково. К хирургии можно подъехать удобно очень отсюда. Отсюда. И потом налево. 1798 года больница. Это хирургический комплекс. Видите, хирургичный сразу. Там новая почта не подъезжала? Не видел. Тени есть уже. Сейчас ждем новую почту. Это просто кошмар. Что, они не могут подъехать ближе? Целый час перлится. Каких халат нет, а новая почта. Сидеть в окно, делиться. Максимально близко ко входу едете. Ага. Как это выглядит, эти матрасы? Дюка. Вот, вот, вот. Максимально близко надо. Сейчас встанем под разгрузку, дорогу стерекурую. Много там нет. Поместимся. Да, давайте мы сейчас достанем. Это будет быстрее, чем мы будем сдавать. Назад, вперед. Платишь 1800. Ребята, 1089 гривен доставка. Слава богу, что я снял деньги, чтобы были деньги. Вот, 10 матрасов 1800 стоит. Ну, плюс там 50 это. И 1089 гривен доставка. Ну, всякая капец, конечно, доставка. Вот матрасы 10 штук. Ага. Слышишь? Коробку доставляют. А ты кому звонишь? Слава, может, как-то, я не знаю. Возьмем, пусть стоят же охранники. Давай в лист перенесем чешу. Иди, ну, может, она кого-то попросит. То же самое. Чеш не будет. Ну, такие матрасы, ребята, 10 штук. Нет, не очень хорошие. На кофе не платят. Заказали. Конечно, доставка. Что это за доставка? Получается, дешевле было на отделение новой почки и такси заказать. Да, дешевле было тебе машиной забрать, эти там по 4 матраса привезти им там. Они мне как раз везли на задние, я бы сложил вот так. Они же сказали, палетки будут в большой поддоне, что это, накрутили эти матрасы. Алло. Это Николаевич. А ну, ну, в основном, это их уже привезли, но, как там было вам на улицу, мы не сможем все за раз их забрать. Они в тюках таких. А мы тут вот для отличного пункта лендафара, потому что их тут 10 штук, ну, хотя бы одного или двух кого-то, чтобы за раз их. Ага. Или, чтобы постоял кто-то, мы занесем сами. А, ну так мы уже их выгрузили здесь возле этого... Ага, для аптеки. Ага. Давайте, ага. Скажи, мы взяли большую каталку, едем в каталку. Что, серьезно? Так они через централь? Нельзя им через централь, надо как-то так, чтобы ходить. А, нельзя, да, через... На каталку болит. Даже не нажми нахуй. Ужасно, вообще, почта новая испоганилась, честно, такое хромовитая, какое-то это самое, такие все приехали 15 минут, сжали больше часа их. Они поехали на мост, сжали туда, раз вживу, нас не одни. Так что я, а вы у меня тоже не одни за целый день, чтобы я ждал по целому часу в этой больнице. Сказано было, за 30-40 минут позвонить до доставки. Звонят за 5 минут, мы уже доезжаем. Говорю, здрасте. А мы на мост заезжали. На мост доехали, съехали, мы 15 минут были здесь. Они уехали, уехали, потому что мы же сказали 15 минут, и они в итоге пропали на полтора часа. Ивана Франковска, мы оплатили всю доставку, или что здесь? Это же новая почта. Это же не так много оно весит, извини меня, что оно тут весит? Они видны отдельным, каждый шел это, отдельным или что, я не пойду. Нет, одно? Ну да, каждая шла отдельной нахладной. Нет, одна нахладная. А я думаю, что отдельно шла. Даже если отдельно, то один матрас 100 гривен он не может стоить. Погласись. Он сколько там весит? За что тысяча по городу, 1100 доставка. За что? 50 гривен там у них доставка была по городу. Мне привозили машиной, и то, и все доставку делали, адресную. Но такой цены нету. Там же тоже едет машина, какая разница, едет машина. Здрасте. Упакуем больных на каталку. Вот так вот. Что мы туда подниматься будем, что мы туда подниматься будем, что не будем? Все. Не, ничего не, если вам может надо накладная, или вам не надо, вы там оформите сами, да, как оно? Ага, все. Все, мы когда кровать, тогда уже, это не маза шоу. Вам спасибо. Сфотографируйте, может, в фейсбуке где-то... Да, то я видео снимаю. Это помощь все-таки, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Давайте больше не дайте, где вот матрасы более такие уже... Да, да, Юрику будет обязательно, как вы сказали. Да, Юри. А Юра еще лежит, И в третью, да, еще лежит. Он сейчас на ручьи ездит. И в третью палату обязательно всем тоже посетим. Все, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Не мазаш? Одним скажем, столько от вас. Спасибо. Так, вы не позбивайте, осторожно у вас под ногами вот это, что вы сейчас сядете на ней. Да. Да. А ты думаешь, как нам будет? Не, я говорю, что... Можешь через центральный заехать. Нельзя. Ну все, до свидания, всего хорошего. Всем привет там. А, мы до машины. Мы до машины. Позвонил я на новую почту. Я говорю, что, мол, такая доставка. Что у вас такая доставка? 1110 матрасов. Она, ну да, но габаритные, это же просчитали ваши. Так это, они разве габаритные? Это габаритные. Что это габаритные? Это 1100. Вот это, не дело в том, что там, ну, я жалею, чешу. Просто, ну, как-то странно, какая-то доставка. габаритные. Ты знаешь, какие матрасы? Это вот такие, которые 4000 стоят, знаешь, длинные матрасы. Это огромные, там что-то, я не знаю, какие-то холодильники, то, что тяжелые, что вытаскивать. 10 матрасов, вот этих 10 тряпок выкинуть с машины, вот это 1100. Как-то странно. Это надо сразу у них узнавать, сколько их доставка стоит. А где машина? Давай, чтобы машина... А, вот машина. Очень хорошее дело сделали, потому что люди нуждаются в этом. Она говорит, что за 30 лет, говорит, еще такого не было, чтобы так вот, говорит, помогли, говорит, почти, спасибо. Потому что вот эта доставка, конечно, знаешь, за такие деньги можно было еще 6 матрасов купить, понимаешь? Да, еще что-то можно было купить, там 4, ну не 6, а там 3-4 матраса, они же 270, сколько они стоят? 200 чем-то один стоит матрас, да, хай пусть 4-3. Ну, да. Можно было больше матрасов купить, самим довезти. Как-то смешно, разве это габаритные матрасы? Ну, это ж новая почта. Раньше такая что-то мне она нравилась, а сейчас что-то я разочаровался. тогда получается, можно было просто поехать на отделение, вот это грузовое второе, да, первое, первое на Малиновском. Заплатить 200 гривен за такси, извините меня. Да зачем? У тебя в багажник бы назад все влезло, даже не надо было ничего, такси Макси называть. Да, конечно, это... Вот смотри, какой заброшенный, интересно, это на территории Мечникова, что-то какой-то корпус видно был старый еще, заброшенный. А это видов чувак? Чувак на Митсубиши. Холодно, что-то на улице и правда, аж руки заледенели аж. Тут мы на коготь не стрижены. У меня, по-моему, некроз начинается. Палец темнеет вокруг, начинается болезнь, синдром Коновалова. Да. Синдром Пустого Седланы начался. Это синдром Коновалова начался, тебе скажу, да. Есть такая болезнь распространенная. Ой, классный вид тут, конечно. Но недовольный, да? Мне кажется, что он приятный. Конечно. И девочка вышла, медсестра, которая... Укол тебе делала. У нее голубенькие глаза. У нее глаза красивые, да. Она мне и перевязку делала, и пластырь снимала, и швы, кстати, она мне снимала, вот когда вы... Я думал, что, может, раскладушку надо туда, и вот эта послеоперационная палата, потому что вот приходят, я видел, там мужчина лежит из-за того, и ночует. Я смотрел за эту раскладушку. Ты имеешь в виду там, где перевязки делал? Нет, послеоперационная. Вот привозят после операции мужа, допустим, а жена дежурит, и она сидит с леночью в кресле, то есть нет кровати, нет раскладушки. Вот если раскладушку, будет хорошо. Это потому что нету кровати, да. Ну да, запасной раскладушка, хотя бы, Это тяжело людям. Всю ночь сидит, да. Ну как-то... А Юра там еще в больноте. Юре надо первым дедом новые матрасы. Матрас Юлия поставила. Юра хороший. Юра хороший. У него же язык отризов, и он бедный. И вырос он в семье глухонемых. Я вырос в семье глухонемых, но я один говорил в семье. Представляешь? То есть он вырос в семье глухонемых, но он разговаривал. А потом рак языка. А потом рак языка, и получилось, что он перестал разговаривать. Такое, да. Но он знает жесты, все. Но жена говорит, меня не может разговаривать, говорит. Не хочет учиться. Дети у него уже старшие. Ну я так понял, что он с России там. Да, он с России. Он и книги там читал, рассказывал, что у него там... Он говорит, что... Как он мне написал на бумажке, говорит, у тебя такие хорошие духи, говорит, что у тебя за духи, каже. Нам было Юре духи, подали. Ты каже, Юра, у меня хуго босс до 80 лет. У меня есть какие духи, вот если поедешь это, чувишь, давай я передам его. Каже, мне жена покупала какие-то духи, говорит, в России за 3 тысячи, или 4, он говорит, рублей, как-то назывались, я не помню, тоже такие, как у тебя. Так давай я передам, у меня там что-то есть. Может оно не сильно супер натуральное, но есть там какие-то... Ну да, что-то передай. И сядь там его. Юра хороший твой он такой. И что общий язык можно найти с человеком, что разговаривать не умеет. Он сначала сидел, сидел такой, сидел, я думаю, что он молчит, потому что у него трубочка. Он потом взял бумажку, листочек, начал писать. Я тогда уже понял, что он пишет. Хочешь общение, да, Да, человек уж тоже скучно сидит, сидит вот так одному. Книги читать только, да. Ему жена или кто звонит, а он так стучит по трубке, то есть да, нет. Да, да. Я иду в аптеку, говорю, в туалетную бумагу я шел покупать, потому что у меня же не было туалетной бумаги. Мы шоу, я не додумал, и туалетную бумагу принесли. Ага, ну и что? Я шел в аптеку, и говорю, Юля, я говорю, Юля, господи, Юра, я иду в аптеку, вам что-то купить? Купить? А он показывает спирт. Не, он и так показывает. А я говорю, спирт вам купить? А он, не, не, выпить, типа, знаешь. А шо, он выпить хотела? Ну да, хотел выпить, я говорю, не. Нам не дяк. Он не дяк. Ой, тут пробка, шо ж такое? Ну, одна авария, скорее всего. Ты думаешь? Это аж три машины полицейских. Да? А, вон стоишь. Аж три на одну аварии. Угу, шо ж такое? Вон скорая уже. Ну, сейчас, если тут проедем, то там быстрее пойдет, правильно? Тут же заметили. А, не, это же в эту сторону авария. А че ж тогда три машины? Ну, наверное, эти сюда едут, заезжают на встречу. Не, я понял, к чему три машины полицейских одной машины не ходят? Разбираются. Аж три. Ага. Ага. Семь работать надо. То и три. Смотри, время 2.36. Ни час пик, ничего. Что это? Ну, мы прождали, конечно, этих красавцев с новой почты. Еще и с такими ружьями недовольными повылазили с машиной, не знаю, что. Одолжение сделали. Вот так у нас сфера услуг. Это сфера услуг. Семь, это не зависит, знаешь, от новой почты. Это конкретно от людей зависит. Но я тебе скажу, что их должны учить, как работать. Надо быть нежливыми, надо быть... Как-то это... Они просто теряют свою репутацию из-за того, что они на работу набирают таких людей. Они с ними не работают, поэтому так. Они с ними не работают, значит, не проводят разъяснительных разов бесед каких-то, обучающих правильно. Или они не обучаемы, вот эти, или просто... Ну, или их просто набирают на работу. Или набирают-то их все. Все по объявлению, без никаких этих... Что в Корее есть такое. Сядем в машине, до меня дошло, что доставка по городу, это 50 гривен мы заплатили. Он сказал 50 гривен. Да, или 54. 54, да, или 55. Да. Не-не-не, 50 чем-то там было. А, ну да, потому что 89, да. 56, по-моему. А это была доставка из Ивано-Франковска. Мы что оплачиваем доставку? Да, это еще чем-то. А я что-то подумал, что доставка будет только по городу. Ну, а то он и говорил, вы знаете, сколько там будет у вас помимо этого? Я говорю, да, знаю. Я рассчитывал, что там 1800, а еще полку. Но 1800, это мы сейчас заплатили. Еще сделали предоплату. Да, это просто стоимость матрасов, что мы оплатили. А еще доставка, считай, и доставка сюда. А сколько тогда? 500 мы оплатили? Да, доставка, да. Да, 2300, по-моему. Две матрасы, по 10,30 ривен. Вот это вот 1800, это, а 1000 это доставка по самой новой почте. А я что-то подумал, доставка из отделения по городу. Это что это за доставка? Это по новой почте. А я возмущаюсь? Возмущаюсь? Ну, нет, ну, ничего, главное, что ты... Все равно они не... не вовремя привезли. Не подзвонили, не отзвонились, ничего, что будем ехать, что приехали. Мы их ждали минут 50, там... А где 50 больше? Тра часа там торчали в больнице. Все равно они не... У них сервис, сервис отборчивания испортился. Очень плохой. Так не должно быть. Он Укрпочта и та уже присылает смс, и та тебе надо доставить. То есть, ну, по-разному бывает, человеку там что-то срочно надо, да? И он берет доставку новой почты, человек готов даже 3000 заплатить, к примеру, да? И он говорит, так, мне надо на 3.30 привезти, да? Или хотя бы, чтобы тебя предупредили за полчаса, ты где-то дойти тебе надо, ты, может, дома не находишься. Получается, что... А ты приходишь, еще час там ждешь, да еще ждешь, пока не припаркуются там, пока он выйдет с машины, пока он додумается. Я думаю, что новая почта проведет профилактический разговор в воспитательных целях. Субтитры создавал DimaTorzok